Поставьте рядом зеркало прямо сейчас, нажмите паузу, поставьте зеркало, большое стоматологическое такое, и говорите... Ау! Ум! Ау! Ум! Ау! Ум! И понюхайте ромашку. Поймайте тембр. И на выдохе. А вы, Мария, носом. Мычание — это просто согнули губы и мучим. Даже губы должны чесаться от того, как вы мучите. Я живу с вами, Дюмил Плянк, я вам еще разами. Приветствую вас на канале «Реальный французский». Меня зовут Гипнис Евгений. Мы с вами давно не встречались. У меня большое количество занятий по французской фонетике с группами индивидуальной. Приходится очень много заниматься учениками. В связи с чем, мои дорогие зрители и слушатели, ученики моего канала, как-то я вас немного покинул. Ну, видите, реальность, она все время требует моего постоянного присутствия в рабочей действительности. Я очень часто предпочитаю быть просто преподавателем с кем-то, с группами, где я учу и непосредственно гидирую освоение французского произношения, французской грамматики и всего остального. Что-то связано с языком. Лично, когда вижу учеников, вас я вижу, но в проекции. И в этой связи, видите, не так часто оказываюсь перед вашими светлыми очами, о чем жалею, поэтому, видите, сейчас мы с вами все равно будем заниматься французской фонетикой. В рамках курса французской системной фонетики. Курс системного произношения или краткий курс системной произношения, как я его часто называю. То, что мы с вами будем читать слова. Слова по щербе. Вы знаете, что вещи, которые мы занимаемся с вами в последнее время на канале, хотя это не так часто происходит, это освоение французского произношения по словам. Это не фразы, это базовые вещи. Принцип освоения французского произношения просто. Он отталкивается как все логичное от простого к сложному. И если у нас получается звук, тогда мы переходим к слогу. Если у нас получается слог, тогда мы переходим к слову. И только когда у нас получаются слова, мы можем говорить о словосочетаниях. Когда у нас хорошо получают словосочетания, тогда, как мы это делаем на курсах, когда мы читаем фразы по учебнику Рапанович, мы работаем с ритмическими группами, которые складываются в синтагмы. И тогда мы, естественно, уже реализуя все качественные звуки на слогах, на словах, на словосочетаниях, раскрываем себя в звучании на французском языке, в ритмическом рисунке фразы и в синтагмах. Но это касается уже последней части, финальной части. Начинаем мы с чего, с чего, с чего? Со звуков, единых фонем, которые находятся в слогах. И поэтому практически самой частой вещью, которой мы сомневаемся в разработке французской фонетики, с начала изучения особенно, это слова. Поэтому добро пожаловать в системный курс французского произношения по словам из учебника Щербе. Мы сегодня с вами двинемся в продолжение 34-го упражнения. Упражнение 34, которое посвящено носовым звукам А и носовым звукам О. Если вы еще не сделали, или вы забыли, или вы не знали, или вы еще не смотрели на видео, смотрели видео, которые посвящены этому звуку и этому упражнению, не прорабатывали со мной фонетику носовых вместе с упражнениями, я приглашаю вас сделать это, последнее видео в рамках этого плейлиста, в котором вы находитесь. Если у вас есть автовоспроизведение, смотрите предыдущие ролики, посвященные звукам А и О и упражнения, которые я там делал, очень актуальны для продолжения работы в пункте В. В пункте В мы с вами будем работать непосредственно уже с двумя носовыми, и А и О. Я напоминаю, что базовым правилом чтения является следующее. АН, АН, ЭН, и ЭН читается как А носовое. Вот эти четыре звукобуквенные комбинации дают нам один звук, А носовой. Причем это не просто А носовой, а это А заднего ряда, на который физиологически накладывается звучание носа, или накладывается физиологическое звучание носа. Для тех, кто забыл, как звучит нос, закройте рот и сделайте движение мычанием. Такое, знаете, медитативное. Ну, мычите, мычите. Помычите немножко, почувствуйте. А если откройте рот и сделайте такое же мычание, но с открытым ртом, только естественно это должно быть, ненатужно. Вспомните рекламу. Такая, знаете, очень легкая музыка должна быть. То есть это должен быть естественный нос. Знаете, для нашего архетипического стереотипного восприятия французов, некоторые говорят, что они картавят, это какой-то кошмарный стереотип, некоторые говорят, что они гнусавят. Это какой-то кошмарный, совершенно богомерзкий стереотип, не связанный с реальностью никаким образом. Я не мог в дикторской работе, как диктор, когда у меня был заложен нос, французы единственная редакция, где нельзя было читать на французском языке на Францию с забитым носом. Турки, соседи, немцы, все читали, французам нельзя. Причина проста. Носовые звуки с открытым, чистым носом. Французский. Это должно быть красиво, не гнусаво. Поэтому забудем и оставим в прошлом все эти стереотипы, посвященные французскому гнусабливанию. Никакой дополнительной нозализации быть не должно. Все должно быть естественно. И звук должен быть естественный. Ну, как вы делаете это, когда удивляетесь? Сделайте это вместе со мной. Давайте удивление с вами проиграем. Какое у вас удивление? У вас удивление тиреозмущение? Или удивление с ней? Типа, да вы что, давайте. Батюш. Вот это все носом должно проделываться. Я предлагаю вам, накидываю сейчас ряд упражнений, которые я предлагаю своим группам, студентам, которые работают, упражнения на развитие естественного носового звучания. Это очень важно для тех, кто только приснился к курсу, кто недавно начинает учить французский. И у кого ощущение, что французы говорят вот так. Нет, французы так не говорят. Но для того, чтобы не носовлять, нужно представлять себе сам носовой звук, чтобы понимать, что единственное есть во французской системе звучания. И вот это единственное звучание носовое, это как раз естественное звучание, физиологическое звучание. Так как у нас у самих звучит физиологический звук, естественно, когда мы произносим усталость. Сделайте вот это. Скиньте руки вниз. Только носом, не ртом. Следите за тем, чтобы это не было «а-а-а-а-а-а-а-а-а». Это носовое участие. А рот в этом закрыт. Можете закрытым ртом такой типа «хм-м-м-м-м-м-м». А теперь откроете рот и сделаете то же самое. Все возможные опции применяйте для того, чтобы почувствовать естественное звучание. Потому что именно физиологически естественное звучание носа интересует нас как раз в добавлении. Куда добавляется этот нос? К заднеязычному «а». Зевательное присоединяет к себе физиологическое звучание носа, и у нас появляется «а», то самое, которое пишется буквами «а-н», «а-н», «э-н», «э-н». Это «а-носовое». Что касается «о-носового», там та же история, только буквы «о-э-н» и «о-э-н». А теперь маленький тест. И я его уже делал. Друзья, вы знаете, ученики часто попадаются, когда просишь назвать разницу между двумя словами, произносимой одинаково, но с разной тональностью, силой голоса и модальной интонацией. Смотрите. «Но». «Но». Вы почувствовали, что это одинаково, но сделано по-разному. «О-э-н». «О-э-н» – абсолютно идентичные звуки. То есть, если вы увидите перед собой слово «фамилия» по-французски и слово «нет», то вы не узнаете разницу в том, что ее нет. По-французски «фамилия» и «нет», слова «фамилия» и «нет» абсолютно идентичны. «Но». 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 Для тех, кто не может отпочковаться от этой «но» фамилии и говорить «ном» губами, предлагаю зачеркнуть себе букву «н» и говорить «моя фамилия» через «моё нет». То есть, говорите «моя фамилия» вот так «но», «нё». И напишите себе «н» туда. Это очень важно. Про правила чтения поговорили. Про то, как двух делается и какие упражнения для этого применять поговорили. Давайте попробовать читать слова. Два у нас звука будет. «А» носовой и «О» носовой в слове. Сразу, в пункте «В». Мы к нему пришли. «Кау-тунг». 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 Вместе. «Кау-тунг». Открываем рот. Не забываем, что «А» это хороший среднеязычный «А». И рот открывается. «Кау-тунг». 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 То есть, не «кунг-тунг», а «кау-тунг». Что касается «О», вы помните, звук проецируется вперед, губы немножко удлиняются и добавляется носовое звучание. «Кау-тунг». 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 Ведь челюсть разрабатывать нужно. Когда вы делаете эти словечки, поскольку слова это очень удобно, вы смотрите вместе со мной в текст, смотрите в зеркало и говорите, смотря в зеркало, на себя, смотря на артикуляцию. Челюсть должна падать вниз, а на «О» немножко вытягивается вперед губами. «Кау-тунг». «Кау-тунг». Челюсть вниз. «Кау-тунг». Будьте внимательны к этому. То же самое со следующим словом. «Ау-вирон». «Ау-вирон». Повторяйте со мной. «Ау-вирон». 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 И челюсть внимательно, да? Повторяйте не только со мной, но и с зеркалом. Поставьте рядом зеркало прямо сейчас. Нажмите паузу, поставьте зеркало, большое стоматологическое такое, и говорите «Ау-тунг». 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 Чтобы у вас какой-то самоконтроль был. Это серьезное упражнение. Для этого нам необходимо, чтобы челюсть двигалась вниз и вперед. «Ау-вирон». «Ау-вирон». Есть. Не огнусавливать. Для тех, кто чувствует, что есть что-то типа «у-вирон». Слышите, да, разницу между «ау-вирон», когда чистый, мазализационный, потоковый, такой полнозвучный «о-нос» идет, потому что физиологическое звучание естественное. И вот гнусавый вариант. Да, смотрите. «Ау-вирон». «У-вирон». «У-вирон». Вот это все огнусабливание нужно убрать. Для этого еще одно упражнение есть. Но это, правда, под звездочкой. Это упражнение для тех, кто может позволить себе немного попеть. На самом деле, для того, чтобы позволить французское произношение, вовсе не нужно обладать вокалом или учиться петь. Но это может быть полезно для разработки носового звука, если вы можете. Это одно из упражнений. И упражнение, которое я проговорил раньше, тоже валидные. Вы можете их пробовать, тоже можете их использовать. Но для тех, кто любит попеть, или дом может себе это позволить, спокойно в домашней обстановке расслабленно делать звучание носом в виде пения. Распевно. Или можете попробовать даже просто вокальное упражнение. Достаточно часто педагоги по вокалу тоже предлагают его делать. Распевка носом. Распевка носом. То есть чистый нос. Желательно вибратор, чтобы еще было. Без всякого а-о-э. Вот такое звучание должно быть. Чистое носовое. Поймайте свой тембр. На выдохе понюхать ромашку. Поймайте тембр. И на выдохе. А вы, Мария, носом. Выдуваете носом. С естественным тембром. Резко понюхали ромашку. И на выдохе. Да, кстати, для тех, кто не умеет нюхать ромашку. Одной рукой вы нюхаете ромашку, а с другой стороны руку положили на живот. И надуваем живот резким движением. Как в гимнастике Стрельниковой. Дыхательный. Раз. Раз. Подышали. И на выдохе. Носом. Носом это делаем все время. Носом. Только это должно быть не задавлено, а песенно. Разливаться только песней, чтобы это было переливами. Да, вот это носовые движения должны чувствоваться, они должны быть сочными. Будьте внимательны, не должно быть задавленности. Для тех, кто любит петь, пусть это будет песен, но нет ничего лучше песни. Только не голосом, да? Вот сюда вот доходит нос. Переходим к следующему. Вы видите, да, все время чистое носовое звучание. Еще раз обращаю вас к упражнениям. Будьте внимательны. Упражнения делаются естественно. Не должно быть ничего, чтобы вас напрягало. Ничего задавленного. Никаких вот этих вот шейных складок не должно быть. Все должно быть естественно. И дыхание ваше тоже должно быть таким вот нижнебрюшным, подвздошным. Да, положите ладошку на живот и вдохните так, чтобы почувствовать напряжение в вашем животе. Надувайте живот, как кошки. Животок, да? Понюхали? И носом на выдохе, естественно. Избежать зажатости, избежать блоков, избежать напряжения, избежать задавленности. Открыто. Да, с опорной диафрагмой. Для тех, кому это упражнение кажется сложным, возвращайтесь к мучанию. Мучание – это просто ссоркнули губы и мучим. Даже губы должны чесаться от того, как вы мучите. После того, как вы намучитесь основательно, открываем рот и продолжайте тот же звук, который вы тут намучали. Вот такой звук нужен. Какой мы мычали, вот такой нужен. Не меняйте его. Все это для того, чтобы было но ни в коем случае не потому, что нет зажатости. Ни в коем случае. Дальше. Не забывайте, что финальное положение французского речевого аппарата – это открытое положение. То есть, как ни странно, в конце надо не закрывать губы, а держать открытыми. Такое приоткрытое такое. Смотрите. Вот оно, финальное положение. Если вам устанете просто держать губы вот так вот в вакууме, аморфно, ну попробуйте сказать «плаутон». Звук французский заполняет все пространство, оставшееся в интерстициях между вашими произносительными аспектами звука. Вот все, что касается пустых вот этих лакун, все там будет «эээ». Открытость, открытость, открытость. Ни в коем случае не закрываем рот. В конце должно быть все время финальное положение «открытый такт». Здесь, кстати, поджидает нас известная опасность. Какая? В отличие от предыдущих слов, здесь после носового корня встречается согласный звук. Ситуация такая. Есть ли после носового корня? Ну то есть в корне слова, в котором встречается носовое сочетание. Что за носовые сочетания? Ну это ОН, ОМ, АН, АМ, ЭН, ЭН. Ну пока, по крайней мере. Дальше мы рассмотрим другие носовые. А у нас есть три основных носовых, вы помните. У нас есть АНА, ОНО, ЭНН. ИН, иМ это пишется обычно. Есть еще ЭНосовой четвертый. Но мы его будем делать в практических соображениях только как ЭНосовую, как артикль, ЭНосовую тоже. Сейчас мы пока рассматриваем только АНосовые. Поэтому сочетание АН, АН, ЭН, ЭН, ну и, соответственно, ОН, ОМ. Вот наш аспект нашего интереса. Кроме ситуации, когда после ЭН и ЭМ идет какая-нибудь гласная или же нет двойной согласной. ЭН или ЭН. В таком случае, какие сложности нас ожидают? Сейчас в слове постоянство. Констанс. Здесь есть первый случай, сложный достаточно, когда в носовом корне, то есть корне, в котором есть, в корне слова, в котором есть носовой О, мы встречаем после этого согласную. Если так, тогда возникает сложность. Потому что после носового корня хочется еще дополнительно сказать какой-нибудь Н, чиркнуть звуком Н по-русски. Это происходит автоматически, это рефлекторно. Потому что мы, русские, сложно представляемся, как можно перейти от носового звука, то есть из ниоткуда, как бы из носа, знаете, вот так вот раз в твердь, в согласную, в отрывистость, вот в то, что можно ощутить. Потому что Н или Т это такая вот вещь, твердь, твердь, это то, что пальпабельно, это осязаемо. А из воздуха в осязаемость очень сложно перейти. Поэтому, а рефлекторно добавляется, мы даже не успеваем отзамечать, как мы говорим констанс. Или констанс. Или даже гибрид можем делать, когда звучит и нос, и Н еще. И получается констанс, то есть и то, и другое. Послушайте, маленький тест вам. Сейчас я произнесу слово, а вы мне скажете, правильно я сейчас его сказал по-французски? Или была ошибка фонетическая в звучании носового корня? Послушайте. Готовы? Ваш вердикт? Так, давайте еще раз. Сейчас я внимательно будьте. Произнесу слово носом. А вы мне скажете, правильно я произнес или нет. Готовы? Поехали. Будьте внимательны. Констанс. 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 Вы должны почувствовать, что после носового корня я аккуратненько говорю Н. Но только не на. Н. 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 Чиркаю языком вот так вот по альвеолам. Передняя часть языка. И получается такая Н. К. Плюс нос. Это гибрид. Тут есть и русская версия концовки, и нос. Все, что хотите. Тридцать три удовольствия. Нет. Нужно научиться из воздуха добывать вот это физиологическое звучание, чтобы резонировало. И сразу резко переход в S. Вот это наша основная работа. Это самые сложные ситуации. Максимально хорошо, конечно, если бы у вас получилось упражнение выполнить на носовой звук. Вот это вот самое. Как раз на распевку, вот как педагоги вокала предлагают. Если у вас получается, то уже шикарно. Это будет лучшее из того упражненческого цикла, которое вы можете сделать. Давайте попробуем для тех, у кого получаете. Но все попробуют. Все же в душе поют. К. Да, нам не обязательно быть луча на повороте для того, чтобы научиться говорить по-французски. Нам нужно просто позволить себе немножечко побыть носом, но не заложенно. То есть это должен быть открытый нос. К. Естественное звучание. Еще раз. Поймайте естественное звучание. К. Не спешите. Вот это то, что я делаю сейчас, вот это вот мелодическое пение, когда я звучу носом. Это упражнение на перестраховку, на нозализацию, на то, чтобы не появился чиркающий звук на русский перед Т или перед С особенно. Констанс. Задержитесь и пропойте носом это. Тряситесь, как в трансформаторной будке. Констанс. Шучу. На самом деле нет. Должно быть все очень легко. Не тряситесь. Нужен нос, но вибрационный, чтобы он был легким и естественным. Констанс. Ну, это основа в том, что вы сделаете. Первые пять слов, которые мы с вами в нашем сегодняшнем уроке делаем, это слова, которые предлагаются в качестве упражнений. Сделайте на них упражнение. Дальше мы будем читать с вами слова более естественно, но вы будете к ним готовы. Дальше будут сложнее слова, они длинные, если вы сделаете на первых пяти словах пункта В адекватное упражнение и сделаете все то, что мы сегодня с вами проговорили. Соответственно, снисхождение. Я это делаю уже в форме упражнения. Для тех, у кого не получается вот это упражнение на пропевку или распевательное такое, я предлагаю делать мычание. Просто закрываете рот. Открываете, делаете то же самое. Дальше говорите ко, и после ко добавляете, только сначала ко скажете без носа, и потом добавляете нос. Получается ко. Дальше то же самое. Деся, говорите деся, а потом нос добавляете. Получается ком, десан, данс. Поймаете вот это естественное звучание, добавьте его к а. Получается фу, десан, данс. Нон, шаланс. Нон, шаланс. Да? С перестраховкой. Или медленно, после мычания, помычим. Помычим, друзья. М-м-м-м-м-м-м-м, нон-м-м-м, шаланс, шаланс, нон-шаланс, абон-данс. Для тех, кто забывает открывать рот на а, держите все время вот здесь, тыльную сторону ладошки под челюстью, чтобы бить или отмечать тем самым падение челюсти. Так, почему ты сказал ком? Я не сказал комплезанс. Это не ком. Это ком. Комплезанс. Если кто-то, ему очень сильно мешает, это м, и он говорит на губах м, зачеркни эту н, поставь н и говори ком, плезанс, да, и не плезанс, а плезанс, эль мягкая. Коу, плезанс. Для многих русскоговорящих большой проблемой является звук эс, который у нас появляется после носового корня. Из этого возникает что-то типа занц или занц, что тоже, в принципе, одно и то же, что у вас н, русская звучит откровенно, без носа, что нос, я н, русская корень. То же самое. Анц. Нет. Анц. Нет. Должен быть чистый нос, и как его сделать, мы с вами сегодня уже говорили. Комплезанс. Самоугодливость. Нет самоугодливости. Есть упражнения. Есть работа на наращивание навыка. И главное, что до того, как этот навык произойдет, вам необходимо развить хорошую, гибкую такую систему мускульного ощущения для носового звука. Потому что вот если вы говорите комплезанс, это значит, что жухлая ваша мышца носовая, как тряпочка жухлая такая, она вся мягкая, ее нужно прокачать. А чтобы прокачать, нужно делать упражнение. Сделайте упражнение, как мы сделали на первых пяти словах, и все. Если вы правильно сделали. Если, естественно, звук поймали. Если добавили к этому о-ой-а, все, уже будет правильный звук французский. И если вы будете делать неделю хотя бы, каждый день утром и вечером эти слова, все, уже прокачивайте мышцу. Уже будет легко. Дальше можете, естественно, произносить эти слова. Попробуйте. Консистанс. 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 То есть не консистанс, станция, станция, а консистанс. И я из воздуха как бы раз, и реинкарнация звука с. Как бы не с, а с. И потом с. Продолжаем. Не малан. Такой малан. Эль мягкая. Друзья, заканчивается заряд, кажется, в батарейке моих наушников. А мы с вами заканчиваем пункт В. Мы с вами заканчиваем пункт В, в котором мы собрали А и О воедино. Потренируйтесь, пожалуйста, вместе со всеми упражнениями, которые я предложил. Протяните по максимуму носом. Качественно сделайте это упражнение. Носовые звуки этого заслуживают. Дальше будем двигаться уже проще. Сначала гипертрофированно. Сначала в максимальной гиперболизированной выраженности. А дальше будем уже, естественно, отодвигаться от накачанной мышцы. Делать это более легко. Сделайте это упражнение и почувствуйте разницу, которая у вас была до этого упражнения и после, проделав соответствующую работу на носовые звуки. Звучите французский, делайте это правильно, звучите красиво. До новых встреч. Теперь я прочитаю все упражнение, все слова по слогам. Затем в более естественной манере вместе уже каждое слово целиком. В третьем чтении также без комментариев я прочту так, как читают французы. Поехали. Блядь. Кант-ТОН Ан-ВИ-РОН ТА-ДРОН ПЛА-ТОН Пласт-АНС КОН-ДЕСН-ДА-НС Nonchalance Abondance Complaisance Consistence Malencontre Canton Environ Tendron Planton Constance Condescendance Nonchalance Abondance Complaisance Consistence Malencontre Canton Environ Tendron Planton Constance Condescendance Nonchalance Abondance Complaisance Consistence Malencontre Merci d'avoir écouté et répété